Добрый день! Сегодня гостем нашего университета и нашей программы стал Анатолий Александрович Вассерман, знаменитый журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, а также многократный победитель многочисленных интеллектуальных игр. Анатолий Александрович, добрый день! Буквально полчаса вы завершили игру со студентами Казанского университета. Насколько я знаю, вы сами изъявили желание поучаствовать, именно пообщаться со студентами именно через такую форму. Ну, строго говоря, я предпочитаю несколько другой формат, ответы на вопросы, но когда возникла и такая идея просто посоревноваться со студентами, я не возражал, кстати, нашлись, нашлась команда заметно опередившая меня, и еще одна команда двигалась вровень со мной. Ну, меня это даже не удивило, поскольку, что где, когда игра командная и в одиночку играть довольно трудно, потому что увлекаешься какой-то одной нитью рассуждений, некому вовремя ее прервать и переключиться на какой-то другой вариант. И несколько ошибок у меня случились как раз от того, что я увлекся потоком ассоциаций и ушел по нему в сторону от правильного ответа. Что же касается студентов, ну, конечно, трудно оценить уровень их мышления, не наблюдая напрямую за процессом их игры, но судя по результатам, думают они хорошо и, надеюсь, это послужит для них почвой для дальнейшего роста. Анатолий Александрович, следующий вопрос хотелось бы задать по поводу Татарстана. Татарстан специфический субъект России, в последние годы он стал тяготеть государству Сингапур, городу государству Сингапур и развиваться по его модели. Какова ваша оценка успехов, достигнутых нашим регионом и какова перспектива ее развития в будущем? Знаете, я бы не рисковал брать в качестве примера Сингапур, просто потому, что у него есть довольно специфические источники дохода и, собственно, под эти источники формировалась вся тамошняя экономическая модель. Главный доход Сингапура изначально от того, что это точка, мимо которой проходит колоссальный морской транспортный поток. Поэтому Сингапур изначально формировался в первую очередь для обслуживания судов, заходящих туда посреди маршрута. Потом там же скопились и торгово-финансовые услуги, связанные с их обслуживанием. Потом на их почве вырос самостоятельный торгово-финансовый центр. И, кстати, многочисленные строгости сингапурского законодательства, вроде, допустим, того, что за выброшенную на улице жевательную резинку можно получить тысячедолларовый штраф. Это побочные эффекты того, что законодательство всячески ужесточается во избежание ущерба для финансовых структур. Они должны быть максимально защищены. А всячески малые бизнесы и наукоемкие производства. Это для Сингапура уже побочный эффект, опирающийся как раз на грандиозные финансовые потоки. Поэтому Татарстан, стремясь стать центром различных интеллектуальных технологий, не должен брать пример Сингапура. Именно потому, что для того эти технологии стали побочным эффектом других направлений развития. Здесь имеет смысл ориентироваться на другие образцы, вроде, скажем, знаменитой кремниевой долины, где когда-то несколько крупных электронных компаний, оказавшись поблизости, создали питательную среду. То есть, грубо говоря, человек, ушедший из одной компании, чтобы осуществить какую-нибудь творческую идею, мог опираться на поддержку всех этих компаний, мог рассчитывать, что в случае провала своей идеи он вернется на работу, если не в свою компанию, то в какую-то другую крупную и так далее. И вот это создало питательную среду для множества проб, ну, конечно, и неизбежных ошибок, но главное, что была создана среда, страхующая от катастрофических последствий ошибок. Вот на этот пример, наверное, стоит ориентироваться Татарстану. Перейдем от Татарстана к России. Сейчас существует две крайности в вопросе политического развития нашей страны. Первое — это закрыться от всех. Второе — это, наоборот, открыться, глобализоваться в мировую экономику. Эти идеи уже имели место в нашей истории, и обе из них показали свою недееспособность. Каково ваше отношение и видение этой проблемы? Уж не помню, кто из великих физиков сказал, что между крайностями всегда лежит не истина, а проблема. В данном случае проблема вот чем. С одной стороны, еще в конце 70-х годов группа западноевропейских экономистов обнаружила явление так называемого порога окупаемости. Если население рынка, куда выпускается новая разработка, ниже этого порога, разработка заведомо не окупится, как бы совершенно она ни была. На момент публикации этого исследования в Западной Европе и Северной Америке порог окупаемости составлял около 300 миллионов человек. А, скажем, для тогдашнего Советского Союза он, по-видимому, был примерно 250 миллионов. Почему говорю по-видимому? Потому что я это исследование, к сожалению, не читал. Я только знаю о факте его проведения, и поэтому всю логику исследования мне пришлось воссоздавать своими силами. Так вот, сейчас этот порог в Западной Европе и Северной Америке уже около 400 миллионов человек, на постсоветском пространстве около 200 миллионов, но 200 миллионов — это все равно гораздо больше населения любой из частей, на которые сейчас разделена Россия, включая и крупнейшую часть, именуемую Российская Федерация. Поэтому, полностью замкнувшись от внешнего мира, мы сможем только производить уже разработанное, но практически лишаемся возможности разрабатывать что-то новое, как говорится, с нуля. Но, с другой стороны, если мы полностью интегрируемся в глобальную экономику, выстроенную сейчас фактически в интересах нескольких высокотехнологичных стран, то они в рамках этой глобальной структуры очень активно давят любые независимые от них высокотехнологичные разработки, то есть полная интеграция нам тоже ничего хорошего не даст. Поэтому в моих публикациях, как самый перспективный вариант, рассматривается интеграция, ну, грубо говоря, на основе треугольника Дели, Москва, Пекин. Хотя население и Китая, и Индии намного больше порога окупаемости, но та часть населения, что работает на экспорт и имеет возможность приобретать товары, производимые на экспорт, в каждой из этих стран намного меньше порога окупаемости. А та часть, что работает на внутреннем рынке, в основном настолько бедна, что не сможет окупить разработки, сделанные в экспортном секторе. Поэтому эти страны по отдельности тоже вынуждены работать на экспорт и не вести собственных разработок для самих себя. Но если объединятся рынки Индии, Китая, Российской Федерации, то суммарное население, способное покупать товары, изначально предназначенные для экспорта, будет достаточно велико, чтобы разработки новых товаров того же уровня окупились уже на внутреннем рынке. И таким образом этот треугольник оказывается самодостаточен для окупаемости. Кроме того, в силу длительного исторического развития, индийская и китайская цивилизации ценят точное воспроизведение уже созданного, выше, чем создание чего-то нового. Тогда как в русской цивилизации картина как раз обратная. Для нас неинтересно что-то повторять, интереснее создавать с нуля. Поэтому вот в этом треугольнике именно Российская Федерация, а в перспективе и вся Россия, станет главным источником новых идей. Вот именно таково перспективное направление нашей внешнеэкономической активности. И насколько я могу судить, российская внешняя политика нацелена именно на такое направление. И для меня лично главное событие 2015 года даже не операция российских воздушно-космических сил в Сирии. Кстати, многие смеются над этим названием воздушно-космические силы. Но, между прочим, в той же Сирии российская военная авиация очень активно использует и данные спутниковой разведки, и данные спутниковой системы навигации, так что она действительно взаимодействует с космосом. Но главным для меня событием 2015 года стало то, что во время саммита Шанхайской Организации Сотрудничества и группы БРИКС Индия и Пакистан подали заявки на вступление в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Учитывая, насколько большие политические разногласия накопились у Индии и с Пакистаном, и с Китаем, понятно, что там не обошлось без российской дипломатии. Я считаю это колоссальным успехом именно на наилучшем для нас направлении внешней деятельности. Осталось только надеяться, что когда-нибудь внутренняя политика Российской Федерации подтянется до уровня внешней. Ну а о внутреннем мы еще поговорим. Спасибо за ответ. Теперь хочу перейти к более масштабным событиям в мировой арене. Оценивая события на мировой арене, как раз-таки конфликт на востоке Европы, война в Сирии, терроризм в Европе, потоки беженцев и прочие события, можно ли подвергнуть взаимосвязи какой-то все эти события, либо это какие-то отдельные, не связанные между собой? Ну, главная взаимосвязь событий в Старом Свете идет через новый. С того момента, как американцы начали выводить рабочие места из своей страны в регионы с дешевой рабочей силой, главный кошмар, преследующий их, похоже, даже во сне, что будет, если китайский завод начнет работать не с американским конструкторским бюро, а с европейским. Дело в том, что сейчас Китай за право производить продукцию, разработанную в Соединенных Государствах Америки, платит такие высокие отчисления, что фактически весь импорт из Китая в Соединенные Государства идет бесплатно. То есть кто-то из американцев платит, но через лицензионное отчисление эта плата попадает к другим американцам. Китай наверстывает свое, продавая те же товары на других рынках. Если же Китай перейдет к взаимодействию с западноевропейскими разработчиками, то уже Европейский Союз будет получать китайские товары фактически бесплатно, а американцам придется платить за себя и за того парня. Вот во избежание такого хода событий, американцы уже более четверти века изыскивают все новые способы ослабить Европу. В частности, оба государственных переворота на Украине и в 2004 году, и в 2014 нацелены в первую очередь на ослабление Европейского Союза. Арабская весна имела главной своей целью затруднить взаимодействие Европейского Союза с Ближним Востоком. Напомню, что, скажем, Италия почти всю потребляемую ею нефть в мирное время получала из Ливии. И государственный переворот в Ливии в несколько раз сократил поставки нефти в Италию. Ей пришлось искать новых поставщиков, и это обернулось для нее заметными экономическими потерями. Нынешний поток беженцев тоже, несомненно, ослабляет Европейский Союз, а поток этот порожден в первую очередь вот этой самой арабской весной. Да, вдобавок, значительная часть потока идет через одного из ближайших американских подельников на Ближнем Востоке, Турцию. Кстати, забавная подробность. Недавно Европейский Союз фактически капитулировал перед Турцией, хотя совершенно ясно, что та часть миграционного потока, что идет из Сирии, в ближайшее время пойдет на убыль, поскольку террористов там совместные действия России, Сирии и Ирана уже практически добили, а миграционные потоки с других направлений Турция никак не может контролировать. Но Меркель и Оланду было важно сделать вид, что поток беженцев ослабнет благодаря их соглашению с Эрдоганом, а не благодаря усилиям Российской Федерации, потому что иначе их бы обязательно спросили, а какого черта они поддерживают антироссийские санкции, и они могли бы за свою поддержку этого американского антиевропейского плана вылететь со своих постов. Поэтому они предпочли отдать весь Европейский Союз на милость Турции, лишь бы немного еще посидеть в креслах. Но в любом случае, все нынешние события, ослабляющие положение Европейского Союза, прямо или косвенно координируются с Соединенными Государствами Америки. — Спасибо. — Антон Александрович, так как у нас программа экономическая, хотелось бы задать несколько вопросов касательно экономики, экономики России. И первый вопрос касается ее общего развития. Сейчас в кругах экономистов существует дискуссия, какой модели либеральной, текущей, либо модели экономики роста, либо Столыпинского клуба придерживаться. Каковы ваши взгляды на то, какую модель все-таки России в данный момент следует применять? — Ну, я думаю, что последствия четверти века применения либеральной экономической модели уже достаточно убедительны. Если бы эти последствия были хоть в чем-то благоприятны, тогда бы не было самой нынешней дискуссии. И раз эта дискуссия идет, причем с каждым днем все острее, то ясно, что либеральная экономическая модель уже сделала очень многое для доказательства своей несостоятельности. Как сказал Евгений Лукин, нам демократия дала свободу матерного слова, да и не надо иного, дабы воспеть ее дела. Так вот, сам факт этой дискуссии через четверть века либерализма, незамутненного разумом, уже доказывает пагубность этого пути. Собственно, сейчас главное препятствие на пути развития экономики Российской Федерации — это экономический блок правительства Российской Федерации. Естественно, не в силу личных качеств его сотрудников, там менялось достаточно народу, а в силу исповедуемой им теории. За 15 лет, что мы сидели на международной валютной игле, из аппарата правительства изгнаны все, кто способен был усомниться хоть в одной из десяти заповедей Вашингтонского консенсуса, то есть списка требований, предъявляемых Международным валютным фондом и Всемирным банком к тем странам, которым эти уважаемые самими собою организации дают деньги взаймы. Не буду вдаваться в подробности, но все эти десять заповедей очень тщательно спроектированы так, чтобы страна, строго их соблюдающая, лишалась всякой возможности самостоятельного развития. Спасибо. Ну и вытекающий из этого вопрос про Центральный банк. Многие сейчас говорят о том, что Центральный банк должен придерживаться политики, опять-таки, экономики роста, финансировать промышленные сектора, опускать ключевые ставки. Другие говорят то, что это официальная позиция Центрального банка, что вся эмиссия денег или количество смягчений привезет к инфляции, к оттоку капитала, к уходу капитала на валютные рынки. Естественно, если ограничиться, только печатанием денег и больше ничего не делать, то эти деньги можно будет использовать не только в полезных целях. Поэтому так называемая национализация рубля, то есть привязка рубля ко всей массе товаров и услуг, производимых в стране, а не только к крошечной, по сравнению с этой массой, разницы между экспортом и импортом. Это дело необходимое, но недостаточное. Скажем, если остальные компоненты экономического блока правительства будут при этом по-прежнему придерживаться Вашингтонского консенсуса, то мы добьемся только того, что в ответ на появление в экономике новых денег Министерство финансов изыщет новые способы стерилизации денежной массы, то есть недопущение этих денег в оборот. Точно так же, если мы не будем закрывать новым деньгам путь за рубеж, то они, естественно, туда потекут и вызовут инфляцию. Причем закрыть этот путь можно множеством разных способов. Есть, например, налог Тобина, то есть налог, взимаемый с биржевых сделок. Он очень мал, так что, если Вы заключаете действительно серьезную сделку, рассчитанную на какие-то долгосрочные последствия, Вы этот налог не почувствуете. Но если Вы играете на текущих колебаниях, то этот налог помешает Вам вести такую игру и раскачивать ею рынок. Есть возможность выдачи целевых кредитов с четко прописанными направлением и порядком использования денег. И за нарушение условий целевого кредита возможны, в принципе, не только экономические, но и уголовные санкции. Наше законодательство имеет такие возможности. есть и много других способов добиться, чтобы деньги работали на страну, а не против страны. Эти способы давно и подробно изучены не только в теории, но и на практике. И очень многие страны, развивающие свою экономику самостоятельно, прибегают к этим способам с неизменно хорошими результатами. И именно потому, что эти способы работают, они запрещены Вашингтонским консенсусом, поскольку, естественно, Международному валютному фонду и Всемирному банку вовсе не требуется, чтобы страны, берущие у них деньги взаймы, погашали свои кредиты. Выгоднее, чтобы должник всю жизнь платил кредитору проценты и даже не все проценты, чтобы сумма долго росла и чтобы в перспективе надо было платить все больше и больше. Вообще, как сказал Михаил Аркадьевич Шейнкман, поэт Михаил Светлов, чем плохо брать взаймы? Берешь чужие ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Поэтому политика развития, опирающаяся на внешние инвестиции, в какой бы то ни было форме, хоть в форме кредитов, хоть в форме так называемых портфельных вложений, когда спекулянт покупают ваши ценные бумаги, просто чтобы поиграть на их курсе, хоть в виде производственных инвестиций, когда кто-то строит у вас завод с тем, чтобы потом доходы с этого завода шли ему, все это, хотя и в разной степени, но все равно заметно хуже, чем развитие, опирающиеся на собственные силы, в том числе и на собственные деньги. Вопрос наращивания госдолга также дискуссионен, вы уже частично на него ответили. Если сравнивать внешние заимствования с внутренними, сейчас Министерство финансов активно начинает продвигать идею заимствования населения. Как вы к этой идее относитесь? Знаете, Министерству финансов, придерживающемуся Вашингтонского консенсуса, я бы не доверил ни гроша собственных денег. Ну, то есть, разве что в виде подаяния на их пропитание, когда они наконец-то очистят свои посты для людей, придерживающихся разумной экономической теории. Но есть несколько вариантов экономической политики, вполне заслуживающих доверия, и когда станет видно, что экономический блок правительства проводит один из этих вариантов, я сам буду призывать к тому, чтобы граждане Российской Федерации поддержали своими сбережениями такую политику. и сам, наверное, что-то в нее вложу, но, к сожалению, в данный момент у меня сбережений нет, просто вышло так, что я должен был погасить несколько крупных долгов, связанных с различными, так сказать, бытовыми и рабочими своими вопросами, но рассчитываю, что через несколько месяцев это я закрою, у меня наконец-то начнут появляться сбережения, заслуживающие этого названия. Вот тогда я и посмотрю, есть ли в экономическом блоке правительство теории, которым можно доверять. Что же касается развития на средства, полученные внешним заимствованием, то опыт Российской империи показал, что, как правило, кредиторы прямо или косвенно вынуждают тратить эти деньги на направлениях выгодных им, а не должникам. Не буду вдаваться в долгие технические подробности, у меня было на сей счет несколько статей, скажем, в бизнес-журнале, но в общем именно то, что Российская империя оказалась вынуждена развиваться за счет средств извне и привело к тому, что она оказалась в политическом отношении подчинена Англии с Францией и вынуждена сделать несколько самоубийственных для себя шагов. Впрочем, подчинение Германии было бы ничуть не лучше. Но подчинение было неизбежно, прежде всего потому, что после отмены крепостного права значительная часть дворян, получив крупные средства в виде выкупа от своих крестьян вместо того, чтобы вкладывать эти средства в какую-то полезную деятельность, предпочла тратить их на развлечения, да еще по большей части не в стране, а за рубежом. И в итоге внутренних средств для развития попросту не было и пришлось обращаться к внешним источникам средств. И пример Российской империи показывает нам, что развиваться надо в первую очередь за свои средства, а не за полученные извне. Напомню, что сегодня мы беседовали с Анатолием Александровичем Вассерманом, знаменитым публицистом, журналистом и телеведущим. До скорых встреч!